Всем привет, с вами канал Космостар. Ольга Копосова на протяжении 15 лет исполняет главную роль в сериале След, являющемся одним из самых крупных и длительных отечественных телевизионных проектов. Когда на экраны стали выходить первые эпизоды, никто даже подумать не мог, что сериал завоюет такую всенародную известность и продержится в эфире столько времени. В жизни актриса немного похожа на свою героиню. Ей действительно приходилось быть сильной, но не по долгу службы, а из-за превратности судьбы. Сегодня в ролике мы расскажем о непростой жизни Ольги, в которой было отчаяние, творческая нереализованность, измены, потеря близких и тяжелая болезнь. Ольга еще с ранних лет грезила об актерской карьере. На творческом пути ей пришлось столкнуться с массой испытаний, но она не останавливалась и продолжала добиваться поставленных целей. Впервые Ольга снялась в кино в 1988 году, дебютировав в фильме «Непрекаянный». Копосова пыталась поступить в щуку, но потерпела неудачу. Не хватило баллов, и для поступления в другие вузы, в результате девушка закончила музыкальный колледж. Правда, связывать судьбу с профессией певицы она побоялась. Ольга занималась рекламой, клипами, работала в компьютерной фирме. Копосова ходила и на кастинги, но ее брали преимущественно на второстепенные роли и в эпизоды. Актриса сыграла в нескольких перестроечных картинах «Закон», «Секс» и «Перестройка» и «Барханов» и его телохранитель. Настоящую известность Копосовой принес сериал «След», где она сыграла руководителя вымышленной федеральной экспертной службы полковника Рогозину. На тот момент Ольге было 37 лет, и она уже почти отчаялась найти свое место в кинематографе. Когда поступил звонок с приглашением пройти пробы, она не возлагала на него больших надежд. Актрисе нужно было вести ребенка в поликлинику, поэтому Ольга не смогла приехать на киностудию. Однако режиссер оказался настойчивым, Копосовой перезвонили и еще раз пригласили на кастинг. Изначально Ольга пробовалась на другую роль – врача, патологоанатома Антоновой. Но после проб Копосовой предложили сыграть начальника Галину Рогозину, и актриса отлично справилась со своей задачей. После выхода первых серий начали поступать и другие предложения, но Ольга отказывалась. Героиня, как говорит актриса, близка ей, а поклонники и коллеги уверены, что Рогозина просто не может быть другой. О личной жизни Ольга говорит редко. Несмотря на яркую внешность и большое количество поклонников, громких романов у нее не было. Среди ухажеров Копосовой были Армен Джигарханян, Александр Абдулов, Борис Хмельницкий, Всеволод Шиловский и другие актеры, но ей удалось устоять. С единственным мужем, Владленом Гореликом, Ольга познакомилась, когда ей было 27 лет. Молодые люди поженились, у них родился сын Глеб. В интервью Копосова говорила, что особого взаимопонимания с мужем у нее не было никогда. Владлен был приветлив и добр с другими, но с ней вел себя совершенно иначе. В какой-то момент семейная жизнь стала невыносимой. А однажды актриса узнала, что у Владлена есть любовница. Супруги разошлись, но спустя время попробовали возобновить отношения. Вторая попытка тоже ни к чему не привела, Владлен продолжал изменять жене. Кроме того, он ревновал Ольгу к успеху и зло подшучивал над ее популярностью после сериала «След». Актриса. Поняв, что так дальше жить нельзя, предложила оформить развод. Стоит отметить важный факт. У Ольги Копосовой есть сестра Анна. Они близняшки. На протяжении долгого времени они недолюбливали друг друга. Мать девочек тоже не шибко часто демонстрировала любовь и доброту. Она считала своих детей чем-то ненужным. Сестрам было крайне тяжело, без материнской ласки и нежности. На фоне своей популярности у актрисы еще больше испортились отношения с сестрой. Анне обижалась, да. И стала из-за этого еще более замкнутой. Она всегда была неуверенным в себе человеком. И в школе, и потом, когда выросла. «Я всегда знала, чего хочу, а она – нет», – говорит о сестре Ольга. Именно из-за ментальных проблем, зародившихся в детстве, Анна ушла в монастырь. Сестры часто спорили о верности ее решения, так как их взгляды на жизнь кардинально различаются. Но прошло время. Обиды затерлись, и общение возобновилось. А в 2008 году в жизни Ольге случилась трагедия, ее мать попала под поезд. Ольга рассказывала журналистам, что отношения между ними только-только начали налаживаться, как внезапно произошла трагедия. Но на этом несчастья не закончились. Спустя несколько лет актрису постигла новая беда. Она обнаружила у себя в груди уплотнение, но не придала ему значения. А через год врачи поставили Копасова неутешительный диагноз – рак молочной железы. Ольга перенесла несколько курсов химиотерапии, потеряла волосы, брови и ресницы, но, несмотря ни на что, продолжала сниматься. Коллеги и родственники поддерживали ее в этот тяжелый период. Ольге удалось преодолеть болезнь, но теперь она вынуждена до конца жизни принимать гормональные препараты. Они способствуют набору веса, поэтому актриса начала правильно питаться. За полгода ей удалось сбросить 12 килограммов, сейчас Копасова прекрасно выглядит. Сын Глеб живет отдельно, учится в институте, а мать помогает деньгами, пока он не встал на ноги. Ходят слухи, что актриса встречается с Владимиром Ташлыковым, который был ее коллегой по сериалу «След». Копасова действительно регулярно выкладывает фотографии с актером, но комментариев не дает. Судьба Ольги оказалась не менее драматичной, чем у ее героини. Она сумела пережить все удары, справилась с тяжелой болезнью, потерей близких и предательством мужа. Поклонники сериала, которые помнят актрису, надеются, что жизнь подарит ей еще немало счастливых минут.